Сегодня мы пригласили представителей поставщиков газа в наш город. Кто-то приехал, кто-то будет общаться с нами посредством программы Zoom, я понимаю. Сегодня два представителя пришло, откликнулось. Это представители Нафтогаз Украина и представители компании Ясна. В принципе, как раз здесь представитель и государственной компании, и частной компании. Будет хорошо послушать, поэтому я, наверное, сразу передам им слово. Потом нам присылали свои вопросы жители нашего города. И если мы там не услышим ответы, я позадаю, а потом все присутствующие смогут их задать. Также здесь присутствуют представители управляющих компаний, потому что у нас есть уже предложения определенные по организации этого процесса. Представители Укрпочты, УЖКХ, ну и также другие заинтересованные лица в этом процессе. Поэтому я думаю, что наша беседа и общение будут плодотворными. И мы сегодня сможем получить ответы на все интересующие нас вопросы, связанные с изменением, скажем так, рынка газа. Александр, вам слово тогда, наверное, а потом уже мы предложим ясное слово. Добрый день. Я представляю компанию, государственную компанию, газопостачальную компанию «Нафтогаз Украины». Я операционный директор компании. Меня зовут Головченко Александр. Хочу презентовать немножко нашу компанию. Я думаю, что многие из вас узнали из СМИ, из государственных СМИ, из местных СМИ, что наша компания является поставщиком последней надежды для Донецкого региона. И это впервые происходит в Украине, впервые происходит в рамках измененных правил постачания природного газа. И вот этот эксперимент наша компания и, к сожалению, жители Донецкой области вынуждены, скажем так, на себе проводить. Что означает поставщик последней надежды и почему так произошло? Одним из моментов, который обязует поставщика последней надежды поставлять газ на определенную территорию, является невозможность действующего поставщика поставить газ на точку выхода на эту территорию. Вот так случилось в октябре месяце. Донецкоблгаз не смог закупить необходимый объем газа у Укртрансгаза или у оптового поставщика и не смог обеспечить поставку этого газа жителям Донецкой области. В связи с этим наша компания, газопострочная компания «Нафтогаз Украины», как победитель конкурса, который проводил Кабинет министров и Минтопэнерго, мы включились в работу по поставке последней надежды. Соответственно, в октябре и в ноябре этого года газ жителям области будет поставлять в наши компании. И фактически поставляет. Что это означает? Это означает, что на этот период гарантирована поставка. Тарифы на поставку в октябре составляют 5,55 гривен, в ноябре 6,91 гривен. Что должны сделать потребители за эти два месяца? Потребители должны найти себе нового поставщика, потому что бывший поставщик не может обеспечить поставку. На рынке сегодня представлено больше 40 поставщиков, которые конкурируют за вас, как за клиента. И мы один из этих 40 поставщиков. И то, что мы предлагаем, мы предлагаем низкие цены, мы предлагаем сервис, мы предлагаем имя государственной компании, которая всегда будет обеспечена ресурсом, всегда будет обеспечена газом и сможет его беспрепятственно к вам поставить. Для того, чтобы ознакомиться с предложениями других компаний, мы не держим их в секрете. Есть два таких сайта. Один называется «Газправда», второй называется «Газотека». Вы можете зайти на эти сайты. Там сравнены компании-поставщики и в плане тарифов на существующий месяц, и в плане тех сервисов, которые они предоставляют. У нашей компании есть определенный опыт. Мы обслуживаем больше 250 тысяч клиентов на сегодняшний момент. Каждый день к нашей компании присоединяются порядка 4-5 тысяч клиентов ежедневно. Соответственно, объемы постачания нашей компании растут, количество клиентов нашей компании растет. Соответственно, мы очень рассчитываем на то, что и клиенты Донецкой области, кроме того, что будут нашими клиентами в октябре и в ноябре, перейдут к нам на поставку уже начиная с декабря. Значит, что мы делаем для того, чтобы вы к нам перешли на постоянную поставку? Каждому из жителей города Славянск на этой неделе Укрпочта доставит вот такой счет, вот такого образца. На счете сверху будет указан ваш адрес, будет указан ЕС-код. Это тот уникальный код, который присвоен каждому дому-голодиню, каждому объекту газопостачания. И будет лицевой счет, который присвоила вам наша компания, газопостачальная компания. Это облегчит вам платежи за октябрь и ноябрь. Но не эта цель вот этого счета. Этот счет – это возможность перейти к нам на постоянную поставку. Он будет перфорирован, закрыт, так что его никто не сможет открыть, кроме вас. Вы откроете этот счет. В этом счете будет представлена заява присоединения к нашей компании. Эту заяву надо будет заполнить, приложить те документы, которые указаны здесь. Здесь четкий алгоритм есть, как надо сделать ксерокопии. Пойти на отделение Укрпочты и отправить на адрес нашего бэк-офиса в городе Кропивницкий пакет документов за счет газопостачальной компании. То есть это никаких финансовых обременений на клиента не возлагает. После этого наша компания будет обрабатывать этот комплект документов и переведет вас на поставку, если все будет хорошо. Некоторые клиенты могут говорить о том, что… А если я неправильно заполню, и тогда я буду в подвешенном состоянии. Мы очень рассчитывали и к огромному удовлетворению, к огромному удовольствию мы получили поддержку местного горсовета и председателя горсовета. Мы очень хотели бы развернуть на территории города Славянск так называемые консультационные пункты. Это те компании, которые смогут нам предоставить площадь для того, чтобы мы разместили консультантов, которые помогут заполнить эту заяву, проверить ее по содержанию, посмотреть, какие документы будут к ней приложены, проверить их на соответствие и отправить в наши компании. Это позволит гарантировать человеку правильное заполнение всех документов и своевременный переход на поставку нашей компании. Если все будет сделано так, как мы планируем, то большое количество клиентов перейдут к нам через заяву присоединения бумажных. Также существуют онлайн-каналы перехода на нашу поставку. Самый удобный на сегодня это Privat24. Те из вас, кто пользуется Privat24, могут зайти в раздел «Сменить поставщика газа», указать свой уникальный ES-код, который вы увидите на этой квитанции, и в течение одной минуты пойти на поставку нашей компании. Все необходимые данные мы получим от нашего партнера PrivatBank. Также эти операции могут проводить Ощадбанк, УМП, у нас с ними заключены партнерские соглашения, все те же операции, которые будут производить наши консультанты через управляющие компании и наших помощников в вашем городе. Я думаю, что об адресах, где они будут размещены, мэрия будет сообщать отдельно. Кроме этого, вы можете обратиться в отделение Ощадбанка и в отделение ПОМБ. Мы постараемся сделать все для того, чтобы клиенты не остались без поставщика и без надежного поставщика газа. Что касается цен, поставляемых на Мегаз, то, согласно данных Газправды и Газотехи, поставляемые на Мегаз на 40% дешевле, чем поставка любого поставщика в Украине. Есть отдельные поставщики, которые предлагают аналогичные цены. Вы можете ознакомиться на этих двух сайтах и выбрать самую удобную для вас компанию. Если у вас будут вопросы, я, наверное, в следующем блоке не буду отвечать. Я руководитель департамента по продажам и клиентскому сервису компании «Донецкие энергетические услуги». Фамилия она Черномашницева Ольга. Жители Славянска хорошо нас знают. Мы поставляем электрическую энергию жителям города и 800 тысячам семей в Донецкой области. В центре города Славянска открыт у нас уютный, комфортный энергоофис по улице Васильевская, 27, где мы обслуживаем наших клиентов как по вопросам электроэнергии, так и газа. В целом, по области у нас открыто более 20 детей. Мы в обслуживаем наших клиентов по всем возникающим вопросам и продаем товары энергоэффективности. У нашей компании большой опыт по продаже электрической энергии. И вот теперь, в сложившейся ситуации, мы подставили плечо нашим клиентам и жителям Донецкой области и нашли возможность продавать газ. Людям удобнее всегда общаться с поставщиком, которому они доверяют, по комплексным вопросам. Как по вопросам электроэнергии, так и по вопросам газа. В компанию «Ясна» ежедневно поступают сотни обращений с вопросом по присоединению на поставку газа. Большая часть этих клиентов обращается к нам через доступную простую форму, которая расположена у нас на сайте. Эта форма подразумевает под собой заявление на присоединение, в которое вносится вся информация о клиенте и данные о его объекте. С помощью вайбера или же электронной почты клиенты прикрепляют необходимые документы для заключения договора и отправляют поставщику. Поставщик обрабатывает эти обращения и сообщает клиенту путем смс-информирования, либо вайбер, либо электронной почтой, которую указал клиент непосредственно в заявлении на присоединение, каким образом ему сообщить обратную связь. Заполнить эту форму не составляет и труда, и большого количества времени. Единственная сложность, с которой сейчас сталкиваются наши клиенты, это отсутствие информации по ИСИОДу у клиентов. Поэтому мы помогаем нашим клиентам, где получить эту информацию. В частности, эта информация, которая является облгазы, обязаны предоставлять это клиенту по его обращению. Для того, чтобы получить обратную связь, либо выяснить, как это нужно, чтобы опаздывать заявление, мы акцентируем внимание наших клиентов обязательно на предоставлении телефонов, чтобы наши специалисты очень быстро могли связаться и выяснить какие-то неточности в предоставленных документах. Мы рекомендуем всем нашим клиентам, помогать пожилым родственникам и соседям, которые не могут или имеют трудности с заполнением этой формы, чтобы лишний раз в период карантина пожилым людям не приходилось находиться в общественных местах либо перемещаться в общественном транспорте. Те, кто выберет поставщиком компанию Ясна, будут иметь возможность пользоваться единым личным кабинетом, в котором клиент может задать вопросы, выяснить свои начисления, оплатить без комиссии. Также свои вопросы клиенты могут направить через Facebook, Viber, наши онлайн-сервисы. А те клиенты, которые не имеют к этому доступу, либо не имеют опыта работы с этими сервисами, они по привычке позвонят в контакт-центр, либо в телефоны, которые указаны на входной двери в наших энергоофисах. Ну или клиенты уже с нами общались по вопросам электроэнергии, и однозначно эти телефоны у них остались где-то записаны, записаны. Мы планируем нашим клиентам после поставки газа, начиная с ноября, таких клиентов мы уже присоединили достаточное количество, направить всем нашим клиентам счета в почтовый ящик. А и в ближайшее будущее планируем направлять нашим клиентам счета единый за электроэнергией и за газ. Поэтому рекомендую нашим клиентам использовать возможность пообщаться для заполнения заявления, если кто-то не смог это сделать через онлайн, и в дальнейшем быть нашими клиентами. Оставайтесь с нами еще. Вопросы от жителей города, самые такие популярные, скажем так. Производить ли оплату за газ за октябрь-ноябрь 2020 года или нет? Частый вопрос звучит. Александр, может быть вы ответите сейчас на это? Да. Поставщиком в октябре и в ноябре является газопостачальная компания «Нафтогаз Украины». Донецкоблгаз не осуществляет поставку в этот период. Соответственно, всем нашим клиентам после 15-го числа будут предоставлены счета на оплату, где будет указан объем потребления за октябрь, будет указан тариф 5,55 за 1 кубический метр, и будут указаны те реквизиты, на которые необходимо будет оплатить это потребление. В том случае, если клиенты заплатили по каким-то причинам на реквизиты Донецкоблгаза, таким образом будет образовываться переплата на счетах на лицевом счете Донецкоблгаза, ну и свою переплату вы будете возвращать путем обращения к Донецкоблгазу, и если вы находитесь в переплате, то они вам деньги обязаны будут вернуть. Никакой передачи между Донецкоблгазом и нашей компанией, ваших переплат, ваших проплат, не может быть, потому что мы разные совершенно компании, государственная компания, и вы будете платить нам напрямую. Спасибо. В случае, если абонент не успел заключить договор до 1 декабря 2020 года, будет ли отключение газа? На сегодняшний момент отключению газа противодействует действующий закон про коронавирус, он накладывает ограничения на Донецкоблгаз на отключение, поэтому таковых в декабре не произойдет. Но, тем не менее, мы очень просим клиентов максимально ускорить заключение договоров присоединения к нашей компании или к любым другим поставщикам, для того, чтобы избежать таких отключений в будущем. Плюс есть достаточно сложный алгоритм расчета цены на декабрь, в том случае, если вы останетесь на поставке у Донецкоблгаза. Вот эти вопросы мы просим задавать непосредственно Донецкоблгазу. Я так понимаю, что на их сайте будет соответствующее разъяснение. Вот, ну, рискну предположить, что если вы останетесь на поставке в Донецкоблгазе, цена вашей поставки будет очень и очень высока. Ряд вопросов связаны с, кстати, при заключении договора, какие документы при себе необходимо иметь. Но я так понимаю, что вы уже поясняли, что достаточно будет квитанции, да, или как? Значит, ну, четкий алгоритм ваших действий будет написан в той квитанции, которую вы получите. Вы сможете, ну, развернув ее, увидеть, что вам следует, зачем сделать. То есть заполнить заяву присоединения, приложить две ксерокопии двух документов и отправить на адрес, указанный в городе Кропивницком. Там находится бэк-офис нашей компании, и там будут отрабатываться ваши заявления. Вот, касательно передачи этих данных, как бы, они будут осуществить, ну, передачи комплектов документов, они будут осуществляться за счет нашей компании. То есть вы на Укрпочте не будете платить ни копию. Также еще ряд вопросов связаны, ну, тут вы уже поясняли, что да, у нас будет представительство «Нафтогаза» и «Ясно», и других компаний, по всей видимости. Через какую организацию абоненту в дальнейшем выгодно производить оплату за поставку? «Нафтогаза» имеется для Укрпочта, банки, Приват-24, либо «Ощадбанк». Я так понимаю, что это тоже самостоятельно выбирает клиент, в зависимости от стоимости платежки. Единственное, что мы очень сильно поощряем и стараемся максимально, как бы, приветствовать наших клиентов, которые оплачивают онлайн. У нас есть даже акция, при оплате онлайн клиент получает 1% скидки от того тарифа, который существует на сегодняшний момент. И еще один момент, извините, я просто его упустил, очень важный. В плане льгот и субсидий за октябрь и ноябрь мы соответствующим образом проинформировали органы соцзахисту, областной департамент соцзахисту и городские, в том числе славянский, о том, что постачальником на октябрь и ноябрь является газопостачальной компанией «Нафтогаз Украины». Мы сделали все необходимые мероприятия по поводу того, чтобы сообщить тарифы, чтобы сообщить перечень клиентов, которые у нас есть, с их лицевыми счетами, для того, чтобы те клиенты, которые получают субсидии и льготы через защитбанк, имели возможность получить свои социальные выплаты. Есть еще частного характера вопросы, не знаю, сможете вы от них ответить или нет. При вхождении в право наследства до 30-го, 11-го, 20-го года, как заключить договор? То есть, я как понимаю, что здесь еще есть моменты. Если есть возможность... Я предлагаю с этим вопросом обращаться к консультантам, к нашим они будут консультировать. Более того, на этой квитанции, которую вы получите, есть телефон контакт-центра по постачальнику Астанин-Нади, вас могут полностью... Это отдельный выделенный телефон, на который вы сможете прозвонить, многоканальный телефон, где вас полностью проинструктируют о том, как вам поступать. У меня есть предложение еще дать слово представителю Курпочты, затем компании Ясна, если есть что-то добавить еще. И еще есть вопрос. Давайте, я думаю, что я задам вопрос еще. Значит, два вопроса. Почему наш Гургаз не переведет всех потребителей целенаправленно на нафтогаз Украины? Как быть, если после покупки квартиры договор не переоформлялся на новых владельцев? И как часто можно менять поставщика, кстати, тоже, наверное, я говорю. Поставщика вы можете менять так часто, как только вы хотите. Фактически от желания человека сменить поставщика достаточно до недели времени для того, чтобы вы перешли на поставку к новому поставщику. Для этого вы пишете вот такую вот заяву про единание к новому поставщику. Поставщик делает соответствующий запрос на информационную платформу, он называется намер. И через три рабочих дня вы являетесь клиентом другой компании. Если сервис нашей компании вас, например, не устраивает или какой-то другой, вы всегда можете принять решение перейти на нового поставщика. Что касается... При покупке квартиры частные случаи, я предлагаю их выяснять непосредственно. Тариф на ноябрь постачальника Астанин-Надии 6.91. Добрый день всем. Я представитель Украинской почты, начальника отдела финансовых услуг. Я хочу сказать, что Украинская почта принимает платежи, в том числе и платежи за нас можно оплатить на саделение. На данный момент действуют стандарты и тарифы для автоматизированных отделений. 100 тысяч гривен. Комиссия составляет 7 гривен. От 1000 до 208% от суммы платежей и свыше 2006% от суммы платежей. Кроме этого, Донецкая область попадает под акцию «Счастливие годы». У нас есть ряд городов, которые участвуют в этой акции. Это, а именно, к ним относятся Бахмут, Волноваха, Доброполье, Брюшковка, Константиновка, Краматорск, Мариуполь, Покровск, Славянск и Торецк. Что значит «Счастливие годы»? До часа дня все платежи имеют возможность оплатить со скидкой. То есть тариф сейчас составляет 5 гривен 25%. После часа дня этот тариф отрастает и составляет всего лишь 10 гривен 50%. Соответственно, также и будут изменяться тарифы, которые от суммы свыше 1000 до 2. Это будет 0,6% до часа дня, после часа дня 1,2%. Свыше 2000 – это 0,45% до часа, когда действуют счастливые годы и 0,9% после часа дня. Что касается этого, это все готовится городских отделений. Кроме того, у нас есть неавтоматизированные отделения, которые пользуются такими же услугами, как и газ, свет и так далее. Для них все существуют другие тарифы. До 1000 гривен стандартный тариф 10 гривен, от 1000 до 2 – 15, и свыше 2000 тариф составляет 20 гривен в комиссии. Приглашаем всех к нам оплачивать услуги. На данный момент это самые низкие тарифы среди платильщиков, которые среди тех, кто принимает. То есть в банках тарифы немножко лучше. Еще раз представьте, пожалуйста. Начальник отдела финансовых услуг Комендровская Кристина Владимировна. Компания Ясна может добавить о том, что у нас тариф на ноябрь для приватных клиентов составляет 6,49 копеек за метр кубический. То есть мы своим клиентам вместе с конкурентной ценой предлагаем пользование личный кабинет. Как я уже говорила, оплата без комиссии, возможность получать скидки на энергоэффективные продукты, которые консультируют и продают наши специалисты в наших энергоофисах, консультации по онлайн-обслуживанию и в наших энергоофисах удобных, уютных для клиентов. Еще раз резюмировав, вы услышали про цены, услышали, что есть поставщики о минимальных ценах за платежи. Также городской совет предоставит все возможности для удобного информирования наших граждан. Мы подключаемся и пригласили управляющих компаний для того, чтобы консультанты могли там находиться и консультировать людей по поводу заключения, платежек и так далее. Я думаю, в ближайшее время эти консультационные центры появятся в управляющих компаниях. Все зависит от того, как быстро они скоординируют свои действия с поставщиками газа. Затем, скажем так, честно говоря, не только как мэра, как потребитель, наверное, в ближайшее время я тоже заключу этот договор и пройдусь к одному из поставщиков. Наверное, это будет тоже интересно, потому что, честно говоря, меня это тоже вопрос волнует. Сейчас, если кто-то не услышал вопрос, ответов на свой вопрос, я дам возможность задать вопрос присутствующим в зале, поэтому прошу, задавайте вопросы. Знаете, я вообще был 2 часа в Горгазе, так, 119. Я посчитал, за день может обслужить 200, это много, 190. Значит, если берем 200, умножаем на 20 дней, которых осталось, это 4 тысячи. У нас 40 тысяч семей, славенцы, ну, больше, да. Сколько, это посчитайте, 40 тысяч, ну, пускай по онлайн, кто-то там, компьютер, туда-сюда. А без Горгаза нельзя. Там же нужен код. Я пошел в Ясно. У нас вопрос, почему базу не передать, сразу заключение. Понимаете, в чем дело. Вон мы в Ясно пошли, нам берите код. Значит, старики, подождите, не все. Старики стоят, сейчас ковид идет, вы знаете. Дождь идет, все, там не помещение, ничего, понимаете. Два человека принимают. Ну и сколько, полгода будем оформлять. Сегодня бросили в Виканскую с ЕИС кодом. Вот я тоже, чтобы все спочти. Да, это отговорки. Нет, на этом есть. А подождите, если старая бабушка не заключит договор, она не может уехать. Кто за нее будет заключать? Значит, она не получит ни субсидий, ничего, понимаете. Вот этих моментов, квартиры, пожалуйста, это много. И почему с 1 октября эта система началась, нефтегаз взял в свои руки, ну, это, когда отказался газ. Почему не с 1 числа объявили? Ведь вы знали, в сентябре еще, почему объявили с 1 числа. Нам осталось 20 дней. Все люди не успеют оформить. Вы понимаете? Я понимаю, да. Но это сложный вопрос, и сбудоражить, и будет ли второй тур выбора, я не знаю. Пройдет ли кто туда? Это касается мэра. И что вы не объявили нам? И, кстати, цены за теплостей, вы знаете, что повысились на 500? Гелкокалория повысилась на 500 гривен. 1950. 1433 было. Никто ничего. Какие тарифы? Скажите, люди добрые. Ну, какие тарифы будут? Уже отопление идет. Половину включил, половины нет. Есть СБУ, есть прокуратура. Почему не включаются? Я за что налоги платил? Вот на пенсию как дурак ставит. Мне не хватает на лекарства. Что мне платить 3 тысячи за квартиру? Вы извините меня, люди. Извините, пожалуйста. Ну, оно накипело все. Есть, пожалуйста, новая бригада. Придут депутаты, им задания дадим. Итак, вопрос, основная, я так понимаю, вопрос, что за это время коротко не успеют заключить договора с жителями города. Компании, которые здесь представлены. И, соответственно, вот... Да, не все владеют интернетом. Да, не все владеют. Как это будет происходить в реалии, скажем? Смотрите, в связи с чем была определенная задержка. Вы правильно говорите, что наша компания узнала о неспособности, о невозможности Донецкого облгаза поставить вам газ 30-го числа в 19-27. 30-го сентября. И с 1-го октября должен был начаться процесс работы постачальника Астании Надии. Следом за этим нам передали базу этих ЕС-кодов, но у нас не было адресов. То есть мы не знали, какой адрес, какому ЕС-коду сопоставить. Соответственно, до тех пор, пока Донецк облгаз не отдал нам адреса, и мы не смогли наложить одно на другое, мы не смогли бы сформировать вот эти квитанции. Сейчас мы постарались вас избавить от необходимости погибать в очередях в облгазе, стоять там часами, днями, быть 191-м. Вы получите каждый свой почтовый ящик, это удобно и это антиковидно. Вы получите вот такую квитанцию, где сверху вы увидите свой ЕС-код, вы увидите свой адрес и свой ЕС-код, и вам ничего не надо будет делать. Дальше наша компания предлагает раскрыть этот счет, заполнить его вашими данными, приложить два документа, пойти на почту и отправить за наш счет. Это тоже как бы удобно, это то, что... Для этого спасибо, а то мы ничего не знали. Для этого мы сегодня и собрались. Эти квитанции еще в воскресенье были в Краматорске на Укрпочте, я знаю, что в Бахмуте они доставляются у вас, вот есть уже, я так понял, отклики, что вот такие квитанции кто-то увидел. То есть на этой неделе эти квитанции... Что-что? А, нет, это не то, это вот такая вот будет цветная квитанция. Кто будет поставить? Укрпочта будет поставить? Укрпочта, да. Значит, я так понимаю, что Укрпочта, у вас договор есть, да, на поставку эти квитанции, и Укрпочта доставит всем жителям такую квитанцию? Вы прочтете в этой квитанции это ИНН, это индивидуальный податковый номер и последний счет от Донецкого Болгаза. В какой бы форме он не был, вами получен. Вот в каком вопросе. Мы предоставляем нашим жителям города услуги в виде предоставления жилищных субсидий и льгот на жилищно-коммунальные услуги. Часть субсидий мы предоставляем в изготовковой форме, часть в наличными средствами выплачивается, также и льготы. Большая часть льгот идет в изготовковой форме, часть в изготовковой форме. Для того, чтобы корректно предоставлять эту информацию для выплаты, нам необходимо знать, кто из получателей субсидий или кто из получателей льгот на жилищно-коммунальные услуги к какому предприятию-поставщику природного газа присоединен. Предприятия-поставщики газа на наши запросы будут давать информацию о том, кто из клиентов к ним присоединился. Но действующим законодательством, порядком предоставления льгот и порядком предоставления субсидий также предусмотрен тот момент, что каждый из получателей этих видов выплат должен нам сообщить в течение 30 дней после заключения договора на поставку услуг с новым поставщиком тоже эту информацию. Для того, чтобы мы могли своевременно среагировать и внести в базу данных изменения. Для того, чтобы человек получал корректную информацию и суммы именно тому поставщику, которому они должны быть направлены. Если на 1 декабря такой информации у вас нет, что дальше? Мы задали этот вопрос нашему департаменту. На данный момент у нас нет права в декабре предоставлять субсидии и льготы населению, если у них не будет заключено договора. Но мы потом будем эти суммы досчитывать, когда у нас появится информация, какому поставщику эти люди отдали предпочтение и с кем заключен договор. Меня зовут Пасеченька Екатерина Ивановна, я заместитель начальника управления соцзащитой. Еще вопрос, как предоставляется услуга онлайн, тоже возможности есть или только личное присутствие? Мы информацию можем получать, если сообщение приходит к нам на сайт, у нас есть официальный сайт управления, туда можно эти сообщения. Что нам нужно от человека для того, чтобы среагировать на эту информацию? Фамилия, имя, отчество, желательно номер субсидии, если кто помнит его, знает адрес человека и лицевой счет, открытый в новой компании, которая будет поставлять услугу газоснабжения. Можно будет приходить и лично к нам. Мы постараемся разработать бланк заявления с минимальным количеством информации, которую нужно будет вносить человеку и постараемся, чтобы это было максимально быстро и беспроблемно оставлять эту информацию у нас в холле. Поэтому там не записываться в очередь не нужно, ничего, пришел, оставил сведения о присоединении и все, нам этого достаточно для дальнейшей работы. Это уже в новом адресе, да? Да, Васильевская, 11. Спасибо. Что делать, если у человека есть переплата за предыдущие месяцы у другого поставщика? А у вас есть ли это переплата? Это довольно большая. Смотрите, вопросы переплаты вам необходимо будет решать с предыдущим поставщиком. Это ваши взаимоотношения с этой компанией. Не переходят ни переплаты, не переходят ни долги. Мы с вами начинаем жить с нуля задолженности на вашем лицевом счете. Еще один нюанс, я немножко дополню, если можно отдел соцзахисту, то действительно мы соцзахистом организовали, по законодательству между нами организован электронный обмен данными о льготчиках и субсидиантах. Поэтому, когда вы будете заполнять вот эту заяву про единание, которую мы вам направили, здесь есть соответствующая графа. Если вы проставите, что вы получатель льгот или субсидий, мы в электронном виде все равно проинформируем вашу СЗН о том, что к нам перешел на поставку человек. Здесь вы видите свой лицевой счет, вы уже знаете свой лицевой счет. Мы проинформируем, что этот лицевой счет с такого-то числа является клиентом нашей компании. Показания счетчиков вы передаете по-прежнему Донецку Балгазу, то есть они ответственны по законодательству за прием данных, начисление данных и передачу их в информационную платформу. Это единая сеть по всей Украине. Из этой сети именно мы берем любой поставщик, мы, ясно, 40 поставщиков в Украине, берут данные из информационной платформы и включают вам счет. Вы потребили 8 кубов, мы взяли из информационной платформы и отпустили вам 8 кубов газа по нашей цене. Что касается квитанции, каждому человеку ежемесячно, если человек не отказался от бумажной квитанции в личном кабинете, то каждый месяц будет приходить вот такая похожая на эту квитанцию в почтовый ящик, ориентировочно в районе 15-20 чисел.